Всем привет! На связи JR, YouTube канал JR17. Мы продолжаем делать наш чиповый станок и сегодня займемся вот таким вот кронштейнником, держателем гаечки ШВП. Вот такая вот у нас гаечка есть, ШВП будет 12.04. Ситуация какая, можно было бы и было бы проще и наверное легче поставить сюда все таки то, что продается у китайцев, то есть обычный корпус держателя гайки ШВП, но мы не ищем легких путей, кроме того не нужно превращать творческий процесс в простое собирательство. Попробуем сделать что-то такое. Вот как-то оно... Попробуй влезть! Короче говоря, как-то так вот оно должно выглядеть в нашем случае. Ну и посмотрим конечно. Это еще не до конца все сделано, только наметили. Основная задача здесь выставить наш уголок параллельно корпусу одного из подшипников. Вторая задача. Выставить приблизительно посередине ось, на которой будет расположена наша ШВП и установить гайку. Мы не намертво пока ее будем устанавливать под регулировку. Установить, наметить для нее крепление, как там она будет себя вести. Поэтому в конечном итоге получается у нас вот такая вот штука. Ну а что она из себя представляет и как она работает, как она должна работать, будем сейчас посмотреть. Итак, дорогие друзья, собственно, из чего мы начинаем. Сделал такую вот приспособу, чтобы было легче работать с уголком. То есть это деревянный брус обычный. Здесь уголок немножечко выступает за его габариты, но это только помогает в работе, поскольку можно упереть в край стола, зажать здесь двумя, ну точнее четырьмя струбцинами и спокойно уже сверлить. Сюда вставил болт четверочку, поскольку у нас будет гайка ШВП держаться на болтах четверках. Собственно, логика какая. Уголок этот обычный, купленный в строительном магазине. Толщина его 1,8 миллиметра, размер 50 на 50. По теоретических расчетах, я не собирал уже на новоконструкцию, рассчитал теоретически, что здесь у нас от края уголка, то есть от этой плоскости до центра нашей ШВП будет, ну по крайней мере должно быть, 30 миллиметров. Просверлил отверстие. Каким образом я нашел его центр, сейчас расскажу. Просверлил пока восьмерку. В будущем планируется рассверлить до 16 миллиметров. ШВП будет у нас стоять 1204, но поскольку в любом варианте будут какие-то неизбежные погрешности, поэтому сделаем немножечко больше, чтобы был запас. Итак, вот такая вот у нас гайка ШВП. Хотелось бы конечно сказать, что я ее разобрал, взял да разобрал ШВП, но на самом деле все было не так. Не знаю, может опыт кому-то пригодится. Купил ШВП с гайкой накрученной. Все, дай, думаю, попробую, как там ее можно ли снять, перекрутить на другую сторону. Ну и, как говорится, попробовал. Только открутил, слышу звук клапс, и я понял, что шарик улетел. К счастью, улетел один только шарик, все остальные остались на месте, ну, по крайней мере, я так думаю, всего насчитал 45 шариков. Кто-то говорил, что раньше 48 штуки было, ну не знаю, буду собирать, посмотрю. Как бы на три делится нормально, поэтому я думаю, что их там было все-таки по 15 на контур. Но, по крайней мере, с этим разберемся и посмотрим. Сразу же немножечко так расстроился, но вы знаете, что я посмотрел в интернете и таки да, не только я, один такой любознательный и интересный. Именно такая ситуация была у многих людей. Ну и, короче говоря, выход есть. Получилось так, что снял гайку, значит, можно более удобно работать. Итак, суть у нас какая? В уголке есть несколько уже готовых отверстий. В одну из них вставил болт. Теперь, если мы поставим вот так вот нашу гайку, нам нужно будет сцентрировать ее так, чтобы центр попадал в наши 30 миллиметров. Центр той ШВП, на которую будет накручена гайка. Так как 100% без станков мы это дело точно идеально не сделаем, поэтому нужны будут какие-то регулировки. Регулировка придумана следующая. То есть, есть у нас один болт. Теперь, ну не знаю, видно, не видно. Вот. Если выставить по нашему отверстию, так чтобы все было более-менее нормально, можно было бы уже и просверлить, но в любом варианте будут какие-то погрешности. Поэтому, изменяя этот угол, мы сможем добиться того, что будет меняться расстояние от нашей переходной алюминиевой плиты к оси фактически нашей шарико-винтовой пары. Поэтому, что мы делаем? Есть у нас вот эти отверстия, три штуки. И попробуем сделать следующее. Выставим сейчас нормально. Накерним здесь. Одно отверстие немножечко сдвинем в одну сторону. Накерним. И немножечко сдвинем от того отверстия в другую сторону. Тоже накерним. И затем уже, начиная со сверла троечки, рассверлим под диаметр 5 миллиметров. То есть, я думаю, что логика понятна. Все остальное здесь настройки останутся по уголку. Он довольно-таки четенький. Ну а именно с этим расстоянием нужно будет поиграть. И потом уже, когда мы установим все, будем собирать, когда ШВП будет стоять на своих опорах, тогда уже выставим четко. Затянем наши два болта. Ну а на всех остальных, уже по ситуации, как говорится, по месту, все остальные отверстия уже просверлим на той настройке, которая будет точно подогнана под наш станок. То есть, сейчас наша задача заключается в том, чтобы сделать три отверстия и чтобы нашу ШВП можно было беспрепятственно, то есть нашу гайку ШВП можно было беспрепятственно двигать то в одну сторону, то в другую. Ну где-то, я не знаю, будет там, наверное, по 2 миллиметра лево-право от того центра, который мы разметили. Я думаю, что этого должно, в принципе, хватить. То есть, сейчас кернем отверстия и будем сверлить. Ну и, короче говоря, получилось проделать такой вот пазик за три прохода. Окончательное сверление сверлом диаметром 5 миллиметров. Сама приспособлена к краю стола, схвачена струбцинками. Ну и вот, остается теперь снять и посмотреть, насколько там все будет плясать. Так, собственно говоря, что у нас получилось. Ну, пока длинненькие болты. Потом, конечно, замену на короткие, такие, которые и нужны. Ну, а пока то, что оказалось под рукой. Итак, вот этот болт, как бы так показать, может перемещаться туда-сюда спокойно. И теперь, если мы попробуем накинуть нашу гайку для ШВП, то освещение не то-то, то что-то еще. Ну, надеюсь, так будет лучше видно. Гайка у нас может либо туда, либо сюда перемещаться. И в любом варианте она проходит, центр оси гайки проходит наши 30 миллиметров, которые есть теоретически рассчитанным параметром. То есть, где-то вот мы поймаем уже на станке конкретное место. Будет это 30, 29, 31, что-то там с половиной миллиметров. Но, во всяком случае, нам нужно будет отловить тот момент, когда гайка будет ходить на ШВП достаточно-таки свободно, точнее, максимально свободно. Зафиксировать потом два этих болта, снять, накернить. Остальные четыре просверлить, затянуть намертво и жить себе дальше спокойно с этим делом. Ну, а так, я думаю, видно, что, как бы, что сюда прошли 30 миллиметров и немножечко еще есть уход в сторону. То есть, фактически, где-то в этом диапазоне должен быть нужный нам параметр. Ну, вот, как-то так. Здесь это все дело еще немножечко напильником подработаю. Ну, не совсем, конечно, это красиво выглядит, но, по крайней мере, для меня важно, чтобы все работало. А уж, как там оно выглядит, это уже дело второе. Ну, и дальше, дальше наша задача смонтировать этот уголок уже на нашу переходную пластину. То есть, поставить его так, как он должен стоять. Потом уже просверлим это отверстие, ну, и дальше посмотрим. Итак, что у нас есть по самой пластинке, по самому нашему уголку? Ну, во-первых, центр отверстия вот этого большого, он немножечко смещен от центра самого уголка. По ширине наш уголок имеет 50 миллиметров. Центр отверстия у нас получился где-то с такими расчетами 29 миллиметров от этого края и 21 миллиметров от этого края. То есть, получается, немножечко не по центру. Но, здесь желательно было бы разместить его так, чтобы ШВП наша проходила по центру. Расстояние между стенками подшипников 62 миллиметра. То есть, на расстоянии 31 миллиметр от одного из любых подшипников нам нужно будет разместить саму ось саму ось СВП. То есть, сам винт. Поскольку здесь у нас есть 21, изготовил такую вот то ли досочку, то ли что, 10 миллиметров, решается все просто. Поставили сюда 10 миллиметров, поставили сюда, выровняли, в моем случае это где-то 12 миллиметров от края пластины, выровняли по этой линии, все прижали, наметили одно отверстие, просверлили его, два других, и все. Пока. Счастья, здоровля. Все должно быть уже нормально. Вот, короче говоря, как-то так. То есть, я думаю, что сам принцип этого строения понятен. Наверное, сейчас просверлю. Отверстия будут диаметром 4,2, под резьбу стандартную пятерочку, шаг 0,8. Ну, и тогда уже все это дело спозиционируем, проверим. Ну, и как-то так. То есть, сначала все-таки сделаем одно отверстие, нарежем там резьбу, потом выставим еще раз все это нормально. Затянем этот болт, который у нас будет, и наметим два уже других. Уже после перепроверки. Короче говоря, ну, короче говоря, я думаю, все ясно. Что-то еще говорить. маркируем пятерочкой. Здесь отверстие, кстати, немножечко меньше, чем пять. Мелочь, а не совсем приятно. Ну, работаем. Сверлим. Ну, и вот, собственно говоря, сделал все-таки отверстие, нарезал резьбу здесь. Дальше подложил несколько шаг, потому что болта нужной длины нет. Как всегда, выставил наш уголок параллельно, но я думаю, вот здесь будет видно, насколько четенько. Выставил на таком расстоянии, здесь отступил немножечко больше, все-таки это где-то 14 миллиметров, ну, и наметил еще два дополнительных отверстия, тоже под резьбу. Сейчас просверлим их до конца, нарежем резьбу, и на этом, наверное, будет все. кронштейн на данном этапе работ будет готов. Все остальное будет делаться уже по ходу, когда каретка будет собираться. Ну, и что еще хочу сказать, мячик я купил новый, пятерочку, покажу, фонар, то ли, то ли что-то такое, что-то такое, короче говоря, польский, но выглядит вот так вот однопроходной, ну, как же поймать этот фокус, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, ну, короче говоря, что я хочу сказать, мячик офигенный, и он намного лучше тех польских, которые были М6, которым я царапал Д16Т, этот пошел вообще как по маслу, ну, реально как по маслу, три раза крунул, а дальше все пошло, ну, и вот, вот, короче говоря, как-то так, доделаем отверстие, закрепим уже наш уголок, ну, а потом дальше уже будем будем посмотреть, когда будем позиционировать уже нашу ШВП, поэтому сейчас я сверлю, ну, а с этим видео мы будем все-таки наверное заканчивать, больше делать нечего, ну, и всем спасибо за внимание, счастливенько, если есть какие-то вопросы или пожелания, спрашивайте, в комментариях по возможности буду отвечать, ну, где-то так возможность в данном, в данной ситуации где-то так раз в неделю получается, такая вот возможность, ну, ну, вот, вот, как-то так небольшой пуск криптум короче говоря удалось мне нормально собрать ШВП то есть накрутить гайку первое шариков все-таки должно быть не 45 а 48 то есть по 16 шариков каждый контур здесь три контура получилось так что еще один шарик был там внутри в переходном канале я его не заметил ну и в общей сложности у меня получилось 46 шариков то есть два я все-таки где-то потерял ШВП сама на гайке получается имеет небольшой люфт но это все не страшно люфта вдоль оси нет никакого поэтому я думаю будет нормально как собиралась ШВП все абсолютно так как пишут в интернете удалось сделать без всяких там трубочек вставных то есть аккуратно накрутил все нормально набил солидолом уложил шарики с помощью вот такого вот фонарика это рыбацкий фонарик с рыбалки ночной носом ну и получилось все как бы отлично кроме того пока новая ШВП было бы неплохо замерить микрометром диаметре шариков в будущем пригодится потому что они изнашиваются есть фирмы которые ими торгуют можно купить можно взять можно поставить какие-то большего диаметра чтобы не было люфтов но здесь у нас люфты я думаю будут если они будут то они будут нам не страшны но с другой стороны я думаю что все будет и так нормально ходить потому что будут направляющие будет закреплена жестко ШВП и все будет четенько так как как все это дело работает сейчас винты не затянуты можно увидеть что регулировка по высоте у нас получается абсолютно нормальная то есть где-то мы будем по крайней мере должны попадать в тот диапазон 30 миллиметров который нам нужен ну и для начала уже не устанавливая на направляющие наши подшипники можно выставить приблизительно где-то 30 миллиметров и уже так от этой величины и плясать так все ну вот с этой стороны как-то так вот прослелилось давайте-ка посмотрим что у нас здесь ну вот вот как-то так у нас идет регулировочка там дальше на месте посмотрим короче говоря с креплением гайки все получилось нормально по крайней мере я доволен ну а дальше покажет время покажет практика что оно из себя будет представлять ну что ж теперь что ж на все счастливенько